Добрый вечер, в эфире выпуск новостей на пятом канале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. Новорожденного из Кишинева хотели продать семейной паре из Румынии. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело, фигурантами которого стали четыре женщины, в том числе заведующая родильным отделением. Все они подозреваются в организации преступной схемы. Протест в центре столицы организованной партии Возрождения против режима ПДС. Чем недовольны граждане и как власти прокомментировали акцию, узнаете далее. Фермеры вновь раскритиковали власти за задержку выплаты компенсации, которая привела к банкротству сельскохозяйственного сектора, и попросили исполнительную власть отыскать средства из внешних или внутренних источников, чтобы помочь им. Как отреагировали власти, расскажем в выпуске. В школах Кишинева отменены группы продленного дня. Муниципальное управление образования заявило, что это является следствием решения национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Новорожденного из Кишинева могли продать семейной паре из Румынии. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело, в котором фигурируют четверо женщин, в том числе заведующие родильным отделениям. Они подозреваются в организации преступной схемы. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает, что четыре женщины предстанут перед судом за организацию схемы, по которой новорожденный из столицы должен был быть продан на так называемое усыновление паре из Румынии. По версии прокуратуры, члены преступной группировки заманили беременную женщину из Украины в Молдову, чтобы она родилась здесь. Среди подозреваемых президент детского фонда, который был организатором, заведующая родильным отделением и нотариус, и еще одна соучастница преступлений из Украины, а также супружеская пара из Румынии, собиравшаяся купить младенца. В декабре 2022 года беременную украинку заманили в нашу страну, чтобы она родила не на территории, где проходят военные действия, утверждают обвинители. 38-летняя женщина является матерью нескольких детей в соседней Украине, оставшихся на попечении родственников. Приехав в Молдову, ее поселили в гостинице в Кишиневе. До родов, последовавших во второй половине декабря, она подвергалась психологическому давлению со стороны членов преступной группы, чтобы она отказалась после рождения от ребенка. По версии прокуратуры, женщине угрожали, что если она не согласится передать кроху на усыновление паре из Румынии, то ее лишат родительских прав на Украине. Женщина якобы уступила и после визита к нотариусу, обвиняемый из Румынии добился разрешения на выезд из Молдовы с новорожденным. В записанном телефонном разговоре нотариуса с президентом фонда, воспользовавшись ситуацией, потерпевшую заставили подписать как документы об усыновлении отцовства, так и декларацию, согласно которой румынский покупатель станет законным отцом ребенка. Что прошло, то прошло. Как развивается ребенок? Все будет, я все скажу, у меня тоже есть свой интерес. Ага, да, она на месте. Отец ребенка оплатил свидетельство о рождении, но документов у матери нет, у нее были свои, внутренние. В результате в свидетельстве о рождении ребенка была указана фамилия покупателя, как его биологической дочери, что позволило бы им вместе покинуть Молдову. Дело попало в поле зрения прокуратуры, которая раскрыла схему после того, как было получено сообщение из центра размещения, где содержалась жертва. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также сообщает, что в отношении семейной пары из Румынии будет проведено расследование в соседнем государстве. За торговлю детьми с целью продажи и покупки новорожденного обвиняемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Партия Ренаштеля Возрождения провела акцию протеста перед зданием парламента. У людей в руках были воздушные шары и плакаты с антиправительственными лозунгами. Несколько автобусов с теми, кто хотел приехать из районов на митинг в столицу, не пустила полиция. Никто из представителей власти так и не вышел к протестующим. Парламентская фракция ПДС призвала граждан не поддаваться на провокации. Полиция пока не обнародовала информацию, сколько митингующих вышло на акцию и были ли допущены какие-либо нарушения. С раннего утра люди начали собираться перед парламентом на акцию протеста против ПДС. Здесь же можно было увидеть и представителей правоохранительных органов. Мы приехали, чтобы жизнь стала лучше, чтобы цены снизили. Я работаю на рынке, продаю зелень, зарабатываю 20 леев в день. Мне надоело мерзнуть. Майя Санду на нас нет дела. Свергнем эту икону. Берем Майю Санду. Ничего она не делает. Ничего для людей. Она только обещает и ничего не делает. Она не сделала ничего из того, что обещала. Мы уже устали от такой нищеты. С тысячей леев что можно прожить? Да здравствует Майя. Я больная и слепая. Я не могу прожить на тысячу леев. У меня 1600 леев. Она обещала, что даст людям нормальные пенсии. Но ничего, ничего не дала. Мы хотим, чтобы была справедливость. Нам не на что жить. Нам нечем платить по счетам. Какой смысл давать нам компенсации? Разве это можно назвать компенсацией? Это не компенсация. Представители партии Возрождения выступили перед демонстрантами и выразили им свою поддержку. К акции протеста также присоединились независимые депутаты запрещенной партии Шор. Мы сегодня приняли решение присоединиться к этому протесту, к этому митингу, чтобы еще раз сказать представителям власти Майю Санду, что они должны уйти. Тем временем в соцсетях был выложен видеоролик, где видно, как несколько автобусов с людьми, приехавшими на акцию протеста, организованная сегодня у парламента партии Возрождения, остановила полиция. Нашей съемочной группе удалось поговорить с некоторыми демонстрантами, ехавшими в сторону Кишинева, которые рассказали нам, что их остановили правоохранители на выезде из города. Все автобусы Кишинева остановили на каждом населенном пункте, в каждом городе, на въезде, на выезде, пожалуйста. Наши власти боятся протеста и ставят нам палки в колеса специально, чтобы мы никуда не ехали. Нас остановили, проверили документы, сказали, что они не против, что мы молодцы, что едем. Нас спрашивали, куда едем, откуда у нас деньги, кто нам заплатил. Все спрашивали. Где-то полчаса. Организаторы протеста и представители партии Возрождения рассказали о том, что сотрудники полиции задерживают и конфискуют автомобили и другое оборудование у участников мирного протеста. Транспорт в Страшенах и Шелданештах также остановили, говорится в сообщении на странице политформирования. Заблокировали транспорт, вывели столько полиции, как будто это мы нарушаем закон. Мы его не нарушаем, мы пришли мирно протестовать, высказать свое мнение. Ни пресс-секретарь генинспектората полиции Диана Фитко, ни глава учреждения Виарел Черноуца, но не ответили на наши сообщения и звонки, чтобы прокомментировать обвинения и сообщить, какие нарушения были выявлены, а также сколько человек приняли участие в акции протеста по их подсчетам. Репортер Пятого канала поинтересовался у некоторых протестующих, кто организовал их приезд и где они взяли деньги на транспорт, на котором они добирались до центра столицы. Боже упаси, они мне абсолютно ничего не заплатили. Я села на маршрутку и мы приехали организованно с соседями, которые тоже недовольны. Кто организовал транспорт? Мы сами. Вам кто-то что-то заплатил? Нам больше никто ничего не платит. Мы приехали за свои деньги из нашей такой большой в кавычках пенсии. Кто-то заплатил вам деньги? Нет, мы приходим не за деньгами, мы приходим за справедливостью. Перед зданием администрации президента прошел и контрпротест. Несколько человек организовали манифестации против протестующих у здания законодательного органа, неся в руках флаги Европейского Союза и Республики Молдова. Я считаю эти действия абсолютно спланированными. Они не должны быть, потому что направление, выбранное Республикой Молдова, когда люди проголосовали за честного президента, который представляет нас, был самым правильным выбором для Республики Молдова. Эти из возрождения, я не знаю, что они хотят возрождать, хотят повернуть опять в сторону дестабилизации и нищеты. Участники акции подписали резолюцию, осуждающую действия нынешней власти и призывающую граждан и политические силы объединиться для сбора подписей за отставку Майи Санду, премьер-министра Дарьи Наричаны и организацию досрочных выборов. Документ также призывает к недопущению участия Молдовы в военных конфликтах и ее вступления в НАТО. Комментируя акцию протеста, пресс-секретарь фракции ПДС Адриана Влас написала нам в сообщении, цитата, «Мы призываем людей не поддаваться на манипуляции от партий и политиков, финансируемых человеком, который годами воровал у граждан, а теперь пытается скрыться от правосудия посредством обмана и псевдопротестов». В то же время в администрации президента пока не ответили на нашу просьбу прокомментировать демонстрацию. Ранее президент Майя Санду также заявляла, что государство уважает право граждан на мирный протест, добавив, что нельзя мириться с провокациями. По мнению главы государства, провокации в Молдове готовит Российская Федерация через оппозиционные партии. По поводу сложной экономической ситуации представители власти отмечали, что это вызвано энергетическим кризисом и войной в соседней Украине, что привело к повышению уровня инфляции и росту цен. Однако, как утверждают власти, они приложили усилия для смягчения последствий этого роста путем выплаты компенсации на коммунальные услуги и повышения социальных пособий и выплат. 30 января партия Возрождения призвала оппозиционные политформирования в стране объединиться против нынешней власти, чтобы не допустить переизбрания действующего президента Майю Санду на второй срок. К сегодняшней акции присоединились лишь члены и сторонники запрещенной партии ШОР. В случае досрочных выборов в будущий парламент могут пройти три партии. Две из них – ПДС и ПСРМ, а третье – политическое формирование, уверенно проходящее в парламент, партия – ШАНС. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного и представленного сегодня компанией Айдата. Исследование также показывает, что наибольшее доверие у опрошенных к Майе Санду и Илону ШОРу. Результаты опроса свидетельствуют, что в пользу партии «Действие солидарность» проголосовали бы 37,2% респондентов, а за ПСРМ – 20,3% опрошенных граждан. На третьем месте – партия «ШАНС», которую выбрали бы 19,2% респондентов. Согласно опросу, без учета голосов Левобережья и диаспора ПДС получила бы 49 мест в парламенте, социалисты – 27, а партия «ШАНС» – 25 мест. На вопрос, какому молдавскому политику вы больше всего доверяете, 22,8% опрошенных назвали Майю Санду. Свыше 11% выразили доверие Илону ШОРу, а 10,7% высказались в пользу бывшего президента Игоря Дадона. Столичный премар Ион Чибан пользуется доверием у более 5,5% участников опроса, а бывшего премьер-министра Иона Кику поддерживают 5% граждан. Далее следуют Ирина Влах, Владимир Воронин, Рината Усата и другие. Исследования также показывают, что более 38% респондентов барометра Айдата не знают, за кого будут голосовать на президентских выборах осенью этого года. Есть уверенность, что действующий президент Майю Санду точно будет баллотироваться. За Майю Санду проголосовали бы более 24%. В то же время по поводу остальных кандидатов уверенности нет. Поэтому названные респондентами 31% были сгруппированы в категорию, которая в сумме составляет 29,7% от общего числа опрошенных. Замечу, что из 31 человека пятеро не смогли баллотироваться из-за возраста. Им нет 40 лет. Участникам опроса был задан вопрос, в правильном или неправильном направлении движется Республика Молдова. 49,5% граждан считают, что направление неверное. По мнению 39,5% верное. 11% респондентов сказали, что не знают или не ответили. Что касается вступления нашей страны в Евросоюз, то за выступают 56,7%, против около 34,5%. Почти 9% опрошенных сказали, что не знают или не ответили. В ходе опроса более половины респондентов, а именно 54,1%, высказались против признания независимости Приднестровья, за более 27%, а у примерно 18,5% не оказалось ответа на этот вопрос. Исследование также показывает, что около 53% граждан выступают против объединения Республики Молдова с Румынией, а 36,6% за. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нашему телеканалу, что не комментирует данные опроса. Ранее представители власти заявляли, что в случае досрочных парламентских выборов ПДС получит абсолютное большинство, отметив важность концентрации на повседневной деятельности, а не на опросах. Они также отмечали, что по данным опросов доверие граждан к партии действий «Солидарность» растет, и подчеркивали, что в преддверии выборов факты скажут сами за себя. Ранее власти объясняли тяжелую ситуацию в стране и рост цен войной в Украине, и заявляли, что делают все возможное, чтобы оказать поддержку социально незащищенным категориям граждан, выплачивая компенсации. Добавим, опрос Айдата проводился в период с 26 по 30 января 2024 года. В нем участвовали 1011 человек из 383 населенных пунктов. Погрешность составила плюс-минус 3%. Правительство может помочь фермерам, выделив из бюджета 400 миллионов леев. Ассоциация Форца Фермигирилор раскритиковала власти за задержку выплаты компенсации, что привело к банкротству аграрного сектора, и попросила исполнительную власть найти деньги из внешних или внутренних источников для помощи аграриям. Обращение опубликовано после того, как накануне Кабмин решил выделить 50 миллионов леев из фонда интервенции для сельхозпроизводителей, пострадавших от непогоды прошлого года. Госсекретарь Минсельхоза Василий Шарбан сообщил нам, что последствия засухи и долги перед банками привели к банкротству ряда фермеров, и что специальная комиссия изучает положение сельхозпроизводителей, которые находятся в затруднительном положении, при том, что многие проблемы уже решены. В пресс-релизе Ассоциации Форца Фермигирилор напомнила, что спустя три месяца, в течение которых положение фермеров значительно ухудшилось, правительство распорядилось выделить 50 миллионов леев из фонда интервенций для выплаты компенсаций только тем аграриям, которые предоставили необходимые документы с оценкой ущерба и фермерам из Единицкого района, пострадавшим от непогоды в июле 2023 года. Ассоциация сожалеет, что вопрос компенсации не обсуждался весь период после протестов с нашей организацией и другими ассоциациями. Хорошо, что правительство запоздало приходит с помощью хотя бы некоторым сельхозпроизводителям, однако подавляющее большинство микро, малых и средних фермерских хозяйств пострадали и обанкротились в период 2022-2023 годов из-за обвала цен на сырье в сочетании с непомерным увеличением производственных затрат и плохим урожаем, говорится в заявлении. По данным ассоциации, министерская комиссия немного помогла сельхозпроизводителям в процессе реструктуризации долга и многие из них справились как могли, выплатив последние деньги. Румынское дизельное топливо еще не пришло, в результате эти фермеры остались без минимальных ресурсов для весенних работ и не попали в категорию тех, кто получит компенсацию. Наша организация просит правительство найти из внешних или внутренних источников финансовые средства для микро, малых и средних фермерских хозяйств по всей стране в виде прямых выплат за гектар кукурузы и подсолнечника, выращенных в 2023 году. Имея 400 миллионов леев, теперь стало возможным спасти тысячи фермеров из сельской местности от банкротства, говорится также в пресс-релизе «Форца фермери Лор». Госсекретарь Минсельхоза Василий Шарбан рассказал нам, что последствия засухи и чрезмерная задолженность перед банками привели к банкротству многих аграриев. Специальная комиссия изучает положение фермеров, находящихся в затруднительном положении, многие из которых уже решили проблему с долгами. Есть некоторые аспекты, которые необходимо проанализировать более тщательно, чтобы выявить и определить их. Таким образом, не отсутствие помощи привело к банкротству. К банкротству привели последствия засухи, чрезмерная задолженность перед банками, перед микрофинансовыми компаниями, а также привело к банкротству компаний поставщиков ресурсов, не владеющих общей информацией о финансовом положении сельхозпроизводителей. У нас есть специальная комиссия, которая изучает положение сельхозпроизводителей, находящихся в затруднительном положении. Мы обнаружили эту проблему. Многие вопросы уже решены. Мы обратились в правительство с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но пресс-секретарь кабинета министров Даниэл Воды не ответил на наши звонки и сообщения. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Даниэла Туркулец написала нам, что, учитывая климатические проблемы и финансовые трудности, вызванные обвалом цен на сельскохозяйственную продукцию, ведомство выделило 200 миллионов леев из резервного фонда для частичной компенсации увеличения затрат на первичную сельскохозяйственную продукцию, посеянную осенью 2022 года и собранную в 2023 году. В ноябре прошлого года деньги были распределены среди 2161 микро- и малого фермерского хозяйства, примерно по 1250 леев за гектар. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, согласно которому правительство выделит 50 миллионов леев из фонда интервенций для оказания экстренной финансовой помощи фермерам, пострадавшим от прошлогодних неблагоприятных погодных условий. По данным Минсельхоза, летом 2023 года деньги будут выделены аграриям, чей урожай кукурузы пострадал от засухи на 60 и более процентов. Кроме того, финансовая поддержка также будет предоставлена аграриям из Единицкого района, чьи хозяйства пострадали от ливни и града в июле прошлого года. Решение было принято после того, как в понедельник фермеры Когульского района пригрозили начать протесты, если они не получат помощь в течение пяти дней. Отметим, в январе после одной из встреч фермеров с членами специальной комиссии, госсекретарь ведомства Василий Шарбан заявил, что эта комиссия не может напрямую вмешиваться в коммерческие отношения между двумя экономическими агентами, но предпринимаются усилия по поиску решений, адаптированных к профилю и потребностям каждого фермера. Пресс-секретарь Кабмина Даниэл Вода заявил тогда, что власти помогают всем фермерам путем выплаты субсидий, размер которых в 2023 году достиг 1,9 млрд леев, а также возврата НДС и выдачи свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня Конституционный суд рассмотрел два обращения Народного собрания Гагаузи, а также депутатов БКС, потребовавших признать неконституционными поправки в налоговый кодекс. Речь идет о законе, по которому НДС предпринимателям из Гагаузии должен возмещаться из бюджета автономии, а не из государственного бюджета, как было до недавних пор. В связи с тем, что судьи КС еще не выслушали доводы всех сторон, в частности представителя правительства, заседание было перенесено на следующий вторник. С утра стороны обсудили документы и доводы, представленные судьям Конституционного суда. После обеда заседание продолжилось выступлением представителей обратившихся сторон. Гагаузские депутаты и члены Блока коммунистов и социалистов настаивали на незаконности и неконституционности поправок, которые были внесены в статью 6 Налогового кодекса осенью прошлого года. Как было заявлено, вопреки законодательным нормам, эти изменения не обсуждали ни с представителями руководства Гагаузии, ни с членами комиссии, которая занимается гармонизацией законопроектов автономии. В ответ, напомним, представители власти ранее заявили, что закон, принятый парламентом, призван внести большую справедливость в отношения между национальным бюджетом и бюджетом АТО Гагаузия. По данным властей, только за последние пять лет центральный бюджет возместил региону более 640 миллионов леев НДС, что неправильно, поскольку налоги собираются в местный бюджет, они в центральный. В свою очередь, представители Гагаузии заявили, что из-за проблем с возвратом НДС из регионального бюджета некоторые гагаузские предприятия начали менять свои юридические адреса и уходить из Гагаузии, что скажется на финансово-экономическом положении автономии. Экономические агенты, зарегистрированные в Гагаузии, я уже сказал, какова тенденция, они вынуждены перерегистрироваться, и это только начинается, потому что все ждут сегодняшнего заседания. От сегодняшнего заседания будет зависеть от принятого вам решения, по большому счету, по какому пути пойдут те экономические агенты. Кто поверит нам, останется, кто не поверит, перерегистрируется. Результаты или последствия общеизвестны. Но те, которые останутся, они окажутся в неконкурентоспособной среде по сравнению с другими экономическими агентами. К тому же, как считают авторы запросов, принятые поправки противоречат закону о нормативных актах, согласно которому все изменения, которые вносят в налоговый кодекс, вступают в силу не ранее, чем через шесть месяцев после их публикации в официальном мониторе. В связи с тем, что судей КС еще не выслушали доводы всех сторон, в частности представителя правительства, заседание было перенесено на следующий вторник. Напомним, что в октябре прошлого года парламент утвердил поправки в налоговый кодекс, согласно которому Гагаузию обязали возмещать предпринимателям налоги, в том числе НДС, из местного бюджета, а не из государственного, как это делалось до сих пор. Если же сумма, которую Гагаузия должна выплатить как возмещение, превысит сумму поступлений в бюджет, разница будет покрываться за счет госбюджета в следующем бюджетном году. Автор инициативы, депутат ПДС Раду Мариан тогда заявил, очевидно, что это болезненный процесс для тех, кто пользуется своей привилегией, но он необходим для большей справедливости в обществе. Если вы собираете НДС с экономических агентов, то будьте добры и участвуйте в возврате этих налогов. Каждый гражданин Республики Молдова заслуживает равного доступа к государственным ресурсам, заявил Раду Мариан. Однако в автономии это назвали несправедливым и незаконным. Данные поправки были обсуждены депутатами парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии на совместном заседании в сентябре. Как компромиссный вариант, было предложено, что рабочая группа по результатам обсуждения подготовит информативную ноту, которую направит в адрес парламента Республики Молдова. Однако депутаты, отправящие партии, в итоге приняли законопроект в редакции автора депутата Раду Мариана. В конце прошлого года представители Народного собрания Гагаузии заявили, что приостанавливают работу в межпарламентской рабочей группе. В эту среду начальник главного управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева в эфире регионального телеканала ГРТ заявила, что на возврат НДС из бюджета автономии в 2024 году потребуется изыскать более 200 миллионов леев. А по словам депутата Народного собрания Гагаузии Сергея Чемпоеша, из-за переложенных центральными властями на автономию обязательств по возврату НДС экономическим агентам, с ноября 2023 года шесть предприятий уже ушли из Гагаузии. Сразу два политформирования высказали свои сомнения в законности организации тендера по отбору экономического оператора, который будет арендовать помещение в Международном аэропорту Кишинева для предоставления услуг общественного питания и travel retail. Накануне партия Национальное альтернативное движение подала жалобу в Национальный центр по борьбе с коррупцией в связи с допущенными, по мнению представителей политформирования, нарушениями. Как говорится в официальном заявлении МАН, в партии полагают, что аукцион организован таким образом, чтобы его выиграл свой игрок. О том, что организация тендера вызывает вопросы, заявил и лидер партии «Коалиция за единство и благополучие» Игорь Мунтяну. В агентстве публичной собственности, которое занимается организацией тендера, нашему телеканалу заявили, что не могут комментировать политические заявления, а на эту тему должны высказаться правоохранительные органы. В Министерстве инфраструктуры на наш запрос не ответили. Партия Национальное альтернативное движение считает, что организаторы тендера при составлении технического задания превысили законодательные рамки и включили требования, несоразмерные целевому назначению. От имени политформирования жалобу представили депутат Гай Квартанян и заместитель примара муниципия Кишинёв Ирина Гутник. Мы констатировали нарушение положения регламента, заложенных в основу инициирования данного аукциона. Мы считаем требования, касающиеся минимум 7 лет работы и минимум в 10 аэропортах, несоразмерными, поскольку срок договора аренды составляет всего 3 года и только для одного аэропорта. Требования по операторам из Евросоюза являются непропорциональным и явно ограничивающим конкуренцию. У нас есть другие аэропорты по всему миру с богатым опытом, с безупречной репутацией. Этим требованием нарушаются все принципы, которые изложены в директивах Евросоюза. Все эти положения в совокупности означают тот факт, что при разработке требований технического задания организаторы тендера превысили свои полномочия. Намерено или нет решать компетентным органам, мы не будем давать этому оценку. В техническом задании есть ряд положений, касающихся этапа конкурса требования к подаче одной заявки. Мы видим, что эти условия отсутствуют в тех заданиях, что составляет за комиссией право оценивать оператора субъективно, применяя принцип кумовства. Мы предполагаем, что аукцион организован таким образом, чтобы его выиграл свой игрок. Говорится также в запросе партии «Национальное альтернативное движение». Правильность организации тендера ставит под сомнение и председатель партии «Коалиция за единство и благополучие» Игорь Мунтиан. Я, например, знаю, что упоминалось название французской компании, у которой есть филиал в Бухаресте. Насколько я понимаю, техническое задание было написано с учетом экономического и финансового профилей этой компании. Другие претенденты на эти коммерческие площади, очевидно, не существовали. Это вызывает вопросы. При проведении аукциона, тендера, должны быть все элементы настоящей конкуренции. Недопустимо, чтобы правительственный чиновник после визитов в Германию, во Францию говорил «Я знаю, кто будет в аэропорту». По данным издания «Телеграф», в окончательном варианте технического задания исчезла площадь 372 квадратных метров, предназначенных для сдачи в аренду. А кроме того, для участия в тендере допускаются только международные компании, в то время как в первом варианте в нем могли участвовать и местные. Наряду с этим издание отмечает, что агентство публичных закупок и аэропорт отказались от пункта, согласно которому инвестиции должны были составить 10% от дохода бенефициара аукциона. Пятый канал обратился за реакцией на обвинения МАН и КУП, а также для комментария причин внесенных изменений в агентство публичной собственности, которое занимается организацией тендера. В пресс-службе учреждения нам сообщили, что не могут комментировать политические заявления и добавили, что на эту тему должны высказаться правоохранительные органы. Комментарии по информации, касающейся изменений в техническом задании, мы также пока не получили. Наш телеканал обратился в пресс-службу Министерства экономического развития и цифровизации, однако нам не ответили ни на телефонный звонок, ни на запрос по электронной почте. Следует отметить, что в ноябре 2023 года министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в Кишинев прибудет известная французская компания, чтобы посмотреть аэропорт. Ранее он также заявил о желании передать столичный международный аэропорт в концессию немецко-французскому консорциуму и подтвердил, что у государства нет средств для инвестирования в инфраструктуру аэропорта. Я был бы очень доволен, если бы нам удалось привлечь немецко-французский консорциум к управлению аэропортом Кишинева. Я неоднократно говорил, что необходимые инвестиции составляют от 200 до 300 миллионов евро. Это 6 миллиардов леев. Столько мы инвестируем в дороги за три года. Это очень много. В государственном бюджете нет 6 миллиардов леев для вложения в аэропорт. Мы должны найти альтернативу. В декабре прошлого года в эфире ТВ-8 Спыну также заявил о том, что готовится аукцион по сдаче в аренду помещений аэропорта после того, как истечет действие контрактов с работавшими на тот момент фирмами. Тогда же Спыну назвал и некоторые требования к будущему арендатору, которые затем вошли в условия аукциона. Наш телеканал обратился к Андрею Спыну с просьбой прокомментировать обвинения партий МАН и КУП, однако он не ответил на наши сообщения. В пресс-службе министерства обещали дать ответ позже. Некоторые молдавские СМИ и в частности портал синтеза.орг писали, что в аукционе об аренде помещений в Кишиневском аэропорту будет участвовать французская компания, которая была зарегистрирована в Молдове в ноябре прошлого года и которая, по сообщению прессы в Румынии, была вовлечена в коррупционный скандал с аналогичным тендером в Румынии. И якобы именно под эту компанию составлялись условия отбора. Однако этот факт на данный момент официально не подтвержден и проверить это невозможно. Между тем депутат правящей партии Действия и Солидарность Раду Мариан в эфире реалитате.мд категорически отверг любые обвинения, связанные с махинациями по организации тендера. Он подчеркнул, что условия для участия в нем равные и они были ужесточены согласно международным требованиям. Потому что не очень много прозрачности и не знаем, как обстоят дела? Объявлен тендер, да, на несколько более сложных условиях тендера для привлечения серьезных инвесторов. Неподставных компаний и не связанные с преступными группировками. Не будем забывать, что идет гибридная война, где разные преступные группировки, связанные с многими компаниями и большими деньгами, пытаются помешать этой стране, в том числе захватить определенные объекты. На аукцион выставлены важные объекты, нам предстоит повысить стандарты. Но это не значит, что это что-то нечистое. Ввели более высокие стандарты, чем ранее. Или мы хотим, чтобы за ночь созданные компании снова участвовали в аукционах. Очевидно, мы этого не хотим. Речь идет о Кишиневском международном аэропорте, стратегическом объекте. Мы хотим, чтобы там работали серьезные компании. А проведение аукциона по передаче в пользование помещений международного аэропорта Кишинева, включая зеленую зону и Дьютифри, было объявлено 18 января 2024 года. Среди условий опыт работы не менее 7 лет в сфере тревел-ритейла и общественного питания. Опыт работы минимум в 10 аэропортах ЕС с пассажиропотоком более 2,5 миллионов человек в последние 3 года. Управление за последние 5 лет не менее 3 торговыми помещениями туристической торговли и 3 помещениями общественного питания. В международных аэропортах с минимальным пассажиропотоком 2,5 миллиона пассажиров за последние 3 года, а также торговый оборот не менее 30 миллионов евро в год в течение любого из последних 3 лет. В школах Кишинева отменили продленки, причем как платные, так и бесплатные. Как пишут некоторые СМИ, такие приказы от местной администрации 31 января получили директора нескольких столичных лицеев в связи с тем, что мэрия Кишинева отказалась платить учителям за работу в группах продленного дня. Глава городского управления образования Андрей Повалой подтвердил эту информацию, отметив, что это стало следствием решения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Кишиневе не будет продленок, будут лишь платные услуги учителей и бесплатные кружки. Об этом нашему каналу рассказал глава столичного управления образования Андрей Повалой. Чиновник обосновал такое решение городских властей следствием вчерашнего распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия по чрезвычайным ситуациям на национальном уровне отменила решение муниципальной комиссии, которая была абсолютно законной и соответствовала всем действующим нормам, поскольку разработанное положение было основано на правовой базе по указу министерства, по законам, которые функционируют. Все это вместе создало механизм, дававший родителям такую возможность. По словам Андрея Повалой, вместо платной продленки, которую предлагали городские власти, придется использовать разработанные ранее нормы. В такой ситуации нам не остается ничего иного, как действовать согласно решению муниципального совета от 2019 года, по более сложной формуле, согласно которой может быть организована внеклассная деятельность в образовательных учреждениях. Но эта формула очень затратная. К каждому учреждению необходимо рассчитать, во сколько обойдется оказание подобных услуг, или второй вариант, чтобы в учреждениях были дополнительные внеклассные занятия после уроков. Мы обратились за комментариями по поводу этой ситуации к министру образования Дану Перчуну, однако он не ответил на наши звонки. Напомним, 31 января Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила решение столичной мэрии от 26 января о платной продленке в школах, за которую родители учеников начальных классов должны были платить по 360 лев в месяц за 3 часа продленного дня и 690 лев за 6 часов. О чем сообщил министр образования Дан Перчун. Он подчеркнул, что ответственность за обеспечение работы продленок лежит на местных властях. В столичной мэрии заявление Перчуна назвали вмешательством в дела местных публичных администраций. В свою очередь, генеральный примар Ион Чабан ранее говорил, что муниципалитет вынужден оптимизировать расходы в ряде социальных сфер, из-за того, что власти урезали бюджет столицы. В ответ Министерство финансов объявило, что фактически бюджет Кишинева в этом году увеличился более чем на 80 миллионов лев. В то же время столичная примария инициировала кампанию с требованием, чтобы из 23 миллиардов лев, которые Кишинев ежегодно отчисляет в госбюджет, правительство возвращало половину, а не только 2 миллиарда 800 миллионов. Кабмин на это ответил, что таким образом столичная мэрия хочет лишить финансирования другие населенные пункты страны. Субтитры создавал DimaTorzok